И хоть семья у них была такой большой, жили они в маленькой квартирке, где была всего лишь одна комната. В одной норвежской семье было восемь детей. Жила она хоть поначалу и в тесноте, зато дружно и весело. Так начинается повествование интерактивной сказки для юных театралов и их родителей под названием «Маленькие истории большой семьи». Режиссер-постановщик Мария Танина создала добрый светлый спектакль о вечных ценностях. Мы пытаемся показать те семейные ценности. Вот они живут в маленькой комнатке в одной, но они хотели дом построить себе большой, в итоге у них получилось. Посыл донести до детей, что семья – это самое главное в жизни. Родственные связи, братья, сёстры, уважение к родителям. Весной у папы много работы. Летом в тесной квартирке очень душно. Осенью всех надо собрать в школу, а зимой столько праздников. И ещё злая соседка всегда недовольна шумом. Но члены семьи не перестают мечтать. Препятствия – это всего лишь захватывающая игра, приключения. Несмотря ни на что, они никогда не унывают. Сейчас вообще ценности семьи очень важны в нашем мире, потому что очень много плохого есть в интернете. Поэтому пусть посмотрят и знают, что всё-таки семья – это главное, я думаю, в жизни человека. Благотворительный спектакль прошёл в рамках фестиваля национальной драматургии. Такие выезды в специализированные детские учреждения во время проведения крупнейшего театрального форума стали для Бобруйской труппы доброй традицией. Это наш будущий зритель. Мы традицию эту начали буквально на прошлом фестивале. И я думаю, что это заслуживает внимания, потому что мы делаем, в общем-то, такую большую работу, да, в республиканский фестиваль национальной драматургии. А как же добрые дела. К слову, сегодня масштабный культурный проект завершил свою работу. Под занавес театралам показали спектакль «Сертаки» по пьесе молодого белорусского драматурга Ольги Прусак в постановке столичного режиссёра Татьяны Троянович. Ну а какую оценку экспертов получил фестиваль в этом году и как прошло его закрытие, расскажем в воскресенье в итогах недели. Не пропустите. Людмила Любимцева, Владимир Гребеневич, Максим Галёнко, Бобруйск, 360.